Варп Маяк Вархаммер 40000 KSG Demon Hunters Пошаговая тактика Местами стратегия В основном тактика От Frontier Developments и Complex Games 1 февраля Я был приглашен На закрытый показ Игры Пока что она в альфа-версии находится Во всяком случае то, что нам показывали Релиз будет эксклюзивно для PC 5 мая В Steam и Epic Games Store она выходит Ну давайте в целом Расскажу кто чего В общем издатель это Frontier Developments Великобритании Известная всем фанатам Elite Dangerous И оригинальная элит Как бы всех прочих элиток Они довольно крупный сейчас Издатель уже Великобритании Становится, много чего издают Разработчик это Complex Games Канадская студия, не очень большая Вам может быть знакома по Игре Horse Heresy Drop Assault Это мобильный проект Я в нем, честно говоря, не играл Небольшой фанат мобильных игр Но в целом то, что у них успешно Получилось с вот этим Drop Assault Позволило им в Games Workshop Предложить идею создания более масштабной Уже более высоко бюджетной Тактики пошаговой С элементами стратегии Как раз под названием Demon Hunters В общем, Chaos Gate Это по сути Ну, переосмысление Это не ремейк, конечно Это переосмысление старого Chaos Gate Который был про ультрамаринов Вот оттуда знаменитый трек Про гитальц ультрамарин Или суп наварили, короче И так далее Геймплей я покажу чуть позже Я пока что в целом расскажу Что мне удалось узнать В общем, автор сценария игры Это Арн Дэмский Бауден Вам известный по серии книг Про Найтлордов Ну, не только Найтлордов На самом деле Он еще написал Дар Императора Поэтому очевидно, что он хорошо подходит На то, чтобы писать про серых рыцарей Потому что Не будем упоминать другого автора Который писал про серых рыцарей в ГВ В общем, представим, что этих книг не было То, что получилось убавлено Мне намного больше понравилось В общем, обещали, что к лору будут относиться Предельно серьезно В общем, там Многие из этих разработчиков В комплекс гейм Сами играют в настольный Вархаммер Читают Вархаммер И так далее В общем, знают Так что, как-то так У меня есть футажа примерно на 13 минут Я смогу вкратце вам рассказать Показать, что к чему Стримы по игре, скорее всего У нас будут Там, ближе к релизу Так, сейчас, секундочку Я пока что приготовлю Файл для того, чтобы вам показать И давайте на него смотреть Если что, буду ставить на паузу В общем, суть в том, что корабль ваш С предыдущей миссии То есть там сюжет начинается с того Что корабль с предыдущей миссии Возвращается поврежденный весь Побитый Подбирает по пути Инквизиторшу Который сообщает Что вот Появилась новая чума В секторе Тартиус Или как так он называется Я, честно говоря, не помню Вот, да Тартиус сектор В общем, сектор Тартиус В секторе Тартиус Появилась новая чума Нургла Под названием Блум Или Цветение И, собственно Демон Хантерс Это своего рода амальгама Из механикуса и XCOM На самом деле она ближе к XCOM Вот кто играл, поймет О чем я говорю То есть у вас есть стратегическая карта По которой вы перемещаетесь Там происходит событие Соответственно Ну, то есть вот вы сделали ход И ход произошел на всех других планетах То есть какие-то события случились Где-то чума Где-то восстание Где-то демоны полезли И так далее У вас один корабль И вы должны все это как-то контрить То есть вы не можете успеть На абсолютно все задания Поэтому вам очень нужно балансировать Между приказами Которые приходят к вам От серых рыцарей И приказов Которые вы получаете От инквизитора Соответственно Инквизитор будет вам помогать Изучать ту чуму по сюжету И открывать Ну, по мере прохождения игры Она будет открывать Новые исследования Которые она для вас Может производить Чтобы улучшать Вашу экипировку По Ну, то есть Скажем так Открывать вам новые знания И таким образом улучшать экипировку Для борьбы с этим блумом Плюс ко всему Если вы Хорошо отчитываетесь Перед своим начальством На Титане Перед серыми рыцарями То Можно будет заказывать Новых, собственно, бойцов Новую снарягу И так далее Там подобное Ну, то есть Основная задача Это побороть Вот это цветение Которое В секторе Сжирает планеты Живьем Притом Задания разные Разные за них Награды Абсолютные Вам нужно оценивать Ну, то есть Вам нужно балансировать Между тем Чтобы блум не сильно Развивался по сектору И при этом Чтобы еще можно было Прокачивать бойцов Кстати, здесь Довольно неплохая Система кастомизации То есть можно Помимо снаряги Апгрейдов И оружия Можно менять Внешку бойцов Можно менять Им геральдику Лица И так далее То есть имена Менять И все такое Вот То есть у вас Видите Раз в какое-то время Отчетность отправляется На Титан На основе этого Вам выделяют Очки реквизиции Экран исследований С этой инквизиторшей И стратагемы Которые вы открываете Это по сути Псисилы Которые используются Один раз за бой Но достаточно мощные То есть Тоже знакомые Да, псалмы Которые есть Механикус То есть ты их Один раз за бой Использовал Но они очень крутые Вот Как я говорил Корабль вам В руки попадает Поврежденный И соответственно Вы можете принять решение Что чинить Потому что это тоже Занимает все время И как только вы Начали этот проект Вы уже отказаться От него не можете Насколько Насколько я понял И Ну Состояние вашего корабля Напрямую будет влиять На вашу способность Выполнить некоторые миссии И так далее То есть Типа Хотите чтобы У вас там Быстрее криты Лечились Почините ваш Медотсек Который на корабле Находится Соответственно Ну Здесь Да Когда вы прилетаете К каждой из миссий Вам будет показываться Примерно Примерно Что можно ожидать А также Можно принять Клятву перед миссией Которая вам Будет усложнять игру Вот здесь например Нам предлагается Принять клятву на то Что вы не будете Насить никаких Критических хитов Но за это Плюс 2 реквизиции Получите Которые можно потом Потрать на снарягу И так далее Ну по сути XCOM на самом деле Знакомый нам Формат 4 бойца Разные классы Да То есть у нас там есть Юстикар Апотекарий Кто у нас там еще Кстати терминаторы есть Да То есть если у вас Боец прокачан До Определенного уровня У него есть возможность Изучить Ношение терминаторской брони Вот Как я говорил Кастомизация Довольно Такая Продвинутая Так вот Собственно Прокачка Это все понятно Давайте Давайте на самом деле Посмотрим уже на бой XCOM Заключительно Разрушаемая Ну почти Большинство элементов Ландшафта Можно разрушить То есть всякие колонны Укрытия Практически все разрушаются Притом Можно не просто Их разрушать Но и Бросать на врагов То есть например Колонну можно обрушить Чтобы она упала На кого-нибудь И так далее Но В общем Все от вас зависит Они большой упор На презентации Делали на то Что у них Более агрессивный геймплей Чем в большинстве Тактик То есть они хотят Чтобы вы играли Агрессивнее Так как вы все-таки Спейсмарины Там серые рыцари Лучшие из лучших И так далее Как это будет на практике Конечно Оценить пока тяжело Потому что футажа Там всего 10 минут Этого геймплея И Ну Вывод сделать тяжело Потому что Сам я в нее не играл Ее показали Очень-очень немного У нас презентация Шла полчаса Я могу вам показать Вот ну 10 минут Из того что там было Опять же Разрушаемость Про которую я говорил То есть гранатой Можно сломать ковер Сместить врагов По карте То есть Правда это конечно Достаточно рандомно Происходит видимо Куда он улетит Но я подозреваю Что если кидать Гранату за него Можно будет врагов К себе поближе Подвигать При помощи этого А при том Кстати Обратите внимание Наверху у нас Есть шкала Заполнения Вот этого блума Цветения То есть чем дольше Вы ковыряетесь Миссией Тем сильнее будет Локация Отравленная Вот этой чумой И это потом На стратегической карте Тоже скажется То есть чем Чем хуже Вы справляетесь Тем тяжелее Вам придется потом То есть вот в этой Миссии нужно Уничтожить Носители семени Вот этого блума Цветения То есть там буквально Типа как Ну у Нургла Забавное чувство юмора Поэтому его Это цветение Оно с семенами И соответственно Вот у одного Из этих хаоситов В данном случае У этого У него есть Вот эти вот Семена блума Чем быстрее Вы его убьете Тем лучше Тем меньше Он их распространит И так далее И больше опыта Вы получите То есть вас всегда Игра будет подгонять Плюс ко всему Плюс ко всему Вот эта вот шкала Наверху Она не только блум Показывает То есть ну Вернее она связана С так называемыми Варп вспышками Вот варп сёрдж Видите Произошел И при этом Варп сёрджи Разная фигня Может происходить То есть у вас может Какой-то там Туман Нургл Короче Разлететься По секторам карты У вас могут Подкрепления вражеские Прийти ещё Дебафы Бафы и так далее И вот количество блума Влияет на эти Варп вспышки То есть это Две взаимосвязанные Такие вещи За которыми Придётся следить Соответственно Убивая некоторых врагов Выполняя Задание Можно будет Эту шкалу Опускать И Таким образом Влиять на то Что у вас дальше Случится в бою Вот собственно Стратагема Про который я рассказывал Стратагема на защиту High Sanctuary Даёт всем Дополнительный ковёр То есть В ковре Не в ковре Не важно В общем Спас-бросок У них будет получше И Ну Как сказать Сейчас давайте Я просто вперёд Скипанул Да что-нибудь Интересного Вот Вот что я ещё Отдельно хотел рассказать Показать Здесь Есть Забавная такая фигня Здесь можно Выцеливать Здесь можно Выцеливать Разные части Тела Оппонентов В двух случаях Если они Застанены То есть Вы по ним Несколько раз постреляли Они вошли в стан Оглушены Или Если вы их кританули И соответственно Можно прям Выбрать То есть Типа Причинить ему Кровоточащую рану Он будет терять Вунды Каждый ход Или Например Отрезать ему руку Которую он держит посох За счёт которого Он делает свои все Спылы То есть Он может бафить Дебафить И так далее Рука Отсекается И всё Он частью обилок Пользоваться не может При этом Кстати Рассказывали Что Враги могут мутировать В процессе игры Причём почти все И Ну Они значительно Сильнее становятся В процессе этих мутаций Культисты Там Мары И даже Дредноты Хаоса Тут есть Хеллбрут Нурглицкий Вот он тоже Типа может мутировать Хотя опять же Надо понимать Что До релиза Ещё есть время Что-то из этого Может измениться И Что у нас будет На релизе Узнаем Только Когда он случится Так А когда враг Достаточно ранен И Застанен Его можно Просто казнить Если Ты стоишь рядом Вот так Например Вообще Радует На самом деле С одной стороны С одной стороны Радует То что Видно Что на бюджете Не экономили Как на большинстве Игр по Вархаммеру Если честно Обычно это бывает То есть у нас Всё-таки Хороших игр По 40К Намного меньше Чем по ФБ Так уж сложилось Здесь Здесь чувствуется Что денег потратили Немножко больше Будем надеяться Что на качестве Это скажется Это плюс С одной стороны Ещё один плюс В том что Наконец-то У нас будет игра Про перворождённых Космодесов Потому что Сейчас фокус Перешёл на Примарисов И для тех Кто привык К перворождённым Это Ну Немножко печально Но тут у нас Прям карланы Карланы Вот как Минки у серых рыцарей Остались Такими вы здесь Играть будете Снова нам показывают Разрушаемость Карты До этого Колонну обвалили Теперь Можно будет взорвать Вот этот мост И соответственно Троих Нурглитов Которые по нему шли Просто дропнуть вниз То что мне не понравилось Это Ну Такой Полумультяшный стиль И наверное Небольшой Избыток Контрастности Цвета По мне Она слишком Позитивно выглядит Всё-таки Это игра По Вархаймеру Тем более Демоническое вторжение Серый рыцарь И так далее Но тут прям вот Совсем зелёненькие Нурглиты И совсем Такие у нас Серо-синие Грейнайты Ну Выглядит мультяшно Это скорее минус Если честно Я надеюсь Что Так как это PC-релиз Там модов будет достаточно И можно будет Эту палитру Немножко Обеднить Чтобы оно Выглядело Помрачнее Тогда мне кажется Атмосфера Вархаймера Будет лучше передана Потому что Вархаймер это Совершенно не весёлая вселенная И там Радоваться совершенно нечему А тут прям Такое буйство цвета Вот это мне Не понравилось совершенно Но Музон прикольный Плюс ко всему В правом нижнем углу У нас Такой прям Можно Почти нурглинга Развлечить там С лапками Кстати хеллбрут Ладно У нас тут короче Ранили одного Мара Прибежит апотекарь Его полечить Здесь смотреть не на что Вот До этого момента Как Знакомо всем игрокам В XCOM Есть тяжело бронированные враги Которых просто так не убьёшь У них Сначала нужно снять броню Чтобы им наносить урон Хеллбрут схватил Одного из этих Серых рыцарей Раненого в лапу И вот Где можно применять Вот эти криты У нас интерсептор Который умеет Телепортироваться Протонулся ему за спину И вот Можно отсечь Собственно лапу В которой находился Раненый серый рыцарь Соответственно Хеллбрут Больше не может Использовать способности Которые были С этой рукой связаны Не может никого хватать И отпускает Этого серого На свободу В стиме И в эпике Она 1320 стоит Есть ещё Второе издание За 1600 1620 рублей Там Добавляется Несколько там Молд Добавляется Какая-то книжка Добавляется Но это внутриигровые предметы И добавляется Костырян Кроу Гарант Кроу Это известный именной Персонаж Серых рыцарей То есть с ним Ещё дополнительная Сюжетная ветка будет И я так понимаю За него можно будет Играть даже Да Хеллбрут взрывается Как в настолке И Собственно Раскидало у нас Серых рыцарей Под конец Ну в общем Как-то так Чё сказать В целом У меня впечатление Хорошее Остались Чувствуется Что Бюджет у неё Больше среднего Это уровень Уже ближе К Total War Warhammer К Space Marine К Mechanicus Хотя кстати У Mechanicus Был небольшой бюджет Там просто Очень талантливая команда Если вы ещё не играли В Mechanicus Обязательно поиграйте Потому что Вам поможет понять Что Что вы можете ожидать От Demon Hunters Я когда общался С разработчиками После презентации Задал им несколько вопросов В том числе Будут ли там Какие-то легендарные герои Которых мы знаем Они мне ничего На это не ответили Уже потом После презентации Пришли специальные документы Для обзора Где Ну кратная информация Давалась Вот я узнал Что Касталян Кроу Будет участвовать При условии Что вы купили Вот это вот Расширенное издание За 1600 Плюс ко всему На стримах Я рассказывал О том Что в этой игре Впервые в истории Warhammer 40 000 Можно будет делать Это Много было догадок Что можно будет делать В общем Это первая игра Где можно будет делать Экстерминатус Если какие-то планеты Слишком сильно Поражены блумом То можно будет Принять решение Их просто сжечь Это В общем-то Негативно скажется На вашей компании Но может Помочь преодолеть Распространение блума В секторе На какое-то время Но в целом Не рекомендуется делать Это прям совсем Типа крайние меры Сжигать планету Экстерминатусом Но круто Что наконец-то Это можно делать То есть у тебя Свой страйк-крузер Серых рыцарей У тебя инквизитор Там у тебя есть Санкции на то Чтобы просто Обречь планету На смерть Впервые в истории Вархаммера Можно делать Экстерминатус Это плюс Когда разработчиков Спросил На что они равняются По качеству Что для них Ну как бы Эталонные игры По сроковнику Они назвали Space Marine Они назвали Don't Forb В серию Не стали уточнить Какие Но как бы Мы понимаем Что это явно Не третья часть Mechanicus Тоже отдельным Отдельной строчкой Назвали Это чувствуется На самом деле Игры очень похожи Но Здесь Здесь бюджет Масштаб посерьезнее Чем Mechanicus Мне кажется В общем 5 мая 2022 игра выйдет Я определенно Буду играть Буду стримить Интересно Что вы думаете По поводу этого превью Интересно ли вам Вообще Чтобы я подобные превью Делал в дальнейшем То есть Нужно ли мне Пытаться попасть На эти всякие Закрытые ивенты И рассказать Показать вам Что нас ждет Впереди По играм Сороковника ФБ Аоса И так далее Вот Так что Надеюсь Вы своими Этими Просмотрами И комментариями Это видео Поддержите Если достаточно Соберет Просмотров То можно Таких видосов Будет ожидать В дальнейшем Спасибо большое Что смотрели Пишите в комментариях Что вы думаете Про Demon Hunters Давайте обсудим Бесит ли вас Вот эта вот Пресловутая Мультяшность Или нет А И последний Кстати Факт Одного из серых рыцарей В игре озвучивает Энди Серкис Это актер Который сыграл Голума и Смеогола В этом В Я считаю Это Это большой плюс Ну все пацаны В общем Скоро увидимся Расписание стримов У нас На Канале В разделе Сообщество В общем смотрите И Всем До скорого Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok